Субтитры подогнали Симон. 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 И сатаны этого достаточно. Занимайся чем угодно, терпением покоения души. Внимание переключись внутренней духовной жизни, на что угодно. И вот апостол Устрафио запишет, что Господь, Господь, Он нас не пугает никогда. Он не запугивает нас ни войнами, ни коронавирусами. Он наоборот говорит, чтобы мы были в радости, чтобы мы не мучились от этого мучительно-советного страха. Он нас успокаивает. Сатана запугивает, а Господь успокаивает. И он сказал апостол, дерзайте, не бойтесь, это я. И апостол Петр дерзнул. И сказал, Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по водам, зная, что Богу все возможно. И Господь сказал ему, иди. И за святое послушание Петр перешагнул через берег этой лодки, корабля. И за святое послушание Богу ни своей греховной воли, ни своей гордыни, ни своему тщеславию, а по воле святой Божией. Потому что Бог его благословил. И Бог дал ему послушание. Ступил, я как над вверх, ступил на эти волнующиеся волны из Роско-Моря. Паскал одну, вторую, и пошел навстречу Господу. Павла дам. Нарушая все законы нашего физического мира. Потому что Бог и нежеходщик нарушает естества чин. И вот, братья и сестры, это величайшее событие в истории человечества. Когда Бог идет по водам к человеку, и человек идет навстречу Богу. По водам. Они друг друга идут навстречу. Величайшее событие. Величайшее. Но через некоторое время сделал несколько шагов. Петр опять посмотрел. И опять включил свое человеческое рассуждение. То, о котором святые отцы его называют. Суи мудренный человеческий разум. Суи мудренный. Который мудрствует в сует. То есть зря. Какие-то размышления. Какие-то логические выводы. Что-то пытается объяснить законами природы. И этот смудренный человеческий разум поразит маловерие. И вот, видимо, Петр начал думать о том, а как это может быть в сонде. А такого не может быть. Я хожу по водам. И волк, и ветер. И испугался, и боявшийся. И когда все это в него пришло. Этот смудренный человеческий разум. Сомнение, маловерие. И страх суетный. Что он утонет. Опять. Страх за свою жизнь. Страх за то, что он умрет. Победил в нем. Ту великую радость. Что ведет по водам. Наверное, один из первых людей в истории идет навстречу Господу. Живому Богу идет навстречу. По этой развивающейся отборной волнам. И он начал тонуть. И испугавшись, возобил. Господи, спаси мы, утопай мы. И Господь, который не хочет ни, чтобы мы боялись, ни, чтобы мы мучились, ни, чтобы мы утопали. И который всегда наш Отец Небесный приходит к нам на помощь. Каким бы мы ни были, что бы мы ни делали с вами. Какие бы грехи ни совершали. Пропускали вечеринные службы. И ритургии. И утренние правила нарушали посты. И какие бы грехи мы ни совершили. В своей жизни. Господь прощает нас. И если мы вопием, как Господа. Господи, прости мы. Спаси мы. Утопаем. Боже, милости были мне грешны. Тут же Господь спешит нам навстречу. Подает руку свою. И восставляет нас. И так же Господь подошел к Петру, подал ему свою причистую руку, восставил его на огненную, на водную гладь, на водную поверхность этого озера Ницелеского. И тогда же, взявшись за руку, встретившись, Бог и человек вместе пошли к нотке и в нее зашли. И вот, возлюбленные Господи, братья и сестры, о чем это Евангелие наше сегодняшнее, оно о вере и маловерии. И о том, что мы должны просить у Господа. Часов прошу у Господа. Что я должен просить у Господа? Можно просить у Господа что угодно. У Бога есть все доброе. Абсолютно все. Бог есть Вседержитель. Всем в мире Он распоряжается. Господь. Только Бог. Больше никто. Бес обдано столько, сколько им разрешено Богу. А Бог управляет всем. Бог управляет всем нефтью, всем богатством мира, всеми должностями. Он царей ставит и меняет. Все в этом жизни, в этой вселенной. Он управляет звездами. Он управляет ходом планеты. Всем. Он знает каждую нашу мысль, каждое движение нашего сердца. Что можно просить у Господа? А что угодно можно просить у Господа? Что можно получить у Господа? Молите, прошите. А что угодно можно получить у Господа? О чем самый Господь говорит в Хрященном Писании? Просите и дастся вам. Толците и отвезутся вам. Тучите и отвезутся на русском языке переводя. Ищите и обрящите. Что угодно можно спросить у Господа. И что угодно можно получить. А второй вопрос, более важный. А что нужно просить у Господа? А что не нужно просить у Господа? А что Господь сам знает, что нам нужно? Ведь самое дорогое, что в нашей жизни есть, братья и сестры, самое дорогое, самое дорогое, это что? Жизнь. Время нашей земной жизни. Время. Душа – это прекрасно, но время – это тот капитал, который никогда нельзя восстановить. Потеряв деньги, можно снова заработать. Потеряв детей, можно других родить. Потеряв работу, можно устроиться на другую. Что угодно можно в жизни восстановить. Но время на жизнь, силы, все те богатства, которые дают нам Богом – это время, это способность, это разум, это желание молиться и дух, который учет нас Богом. Все-все-все вот это богатство, вот это и наше богатство, те же, чем мы обладаем. Его можно растратить, прося у Бога то, что Бог и так нам дает, без наших молитв. Прося у Бога то, вымаливая, что Бог и сам даст, если нужно, или не даст, если не нужно. Ломать копия, гадать, ну дай мне, ну дай, ну хочу, ну дай, ну дай, а Господь противится, не дает. Ну дай, ну дай, ну дай, ну дай, ну не могу жить без... Ну дай, 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 почему не даешь? Можно так потратить жизнь? Годы, месяцы, дай мне то, что я хочу. Господь не дает противиться. Почему не дает и противиться? Потому что, может быть, нам не надо сейчас, а может быть, не надо вообще, может быть, мы не готовы это получить, может быть, это не нужно, просто мы на это время потратим, это иллюзия, что мы, получив это, будем счастливы. Поэтому Господь знает, что нам нужно, и когда нам нужно, только Господь знает, и Он подает нам земные наши те прошения, что нам нужно. Сколько нам нужно здоровья для спасения, для жизни, столько и подает нам Господь. Если не нужно нам где-то здоровья, вот Господь у нас чего-то забирает немножко, потому что знает, вот это лишнее здоровье, но мы никак не потратили на добрые дела. Вот стоит священник в храме, смотрит, так, ну кто ж нас здоровый прихожанин, наконец-то покрасит потолок в храме. И вот так стоит, гадали и смотрит. И я думаю, что если сейчас вам здоровье добавить, ну глядя, вы кинетесь завтра в потолок красит. Вы кинетесь, нет? Или кинетесь? А? Стоит и смотрит, кто же в потолок поможет покрасить, батюшки? Правильно. Или здоровье завтра Господь будет добавить, или кинетесь в тюрьмы сразу посещать, как Господь заповедовал справедующих? Или кинетесь в больницы? Кинетесь? Чего, здоровья не хватает кинуться в больницу или потолок попрасить? А? Чего не хватает? Денег добавить? Поэтому, братья и сестры, зачем вам здоровье добавлять и денег? Для чего? Для чего? Для чего? А? Для чего? Неизвестно для чего. Точнее, известно для чего. Вот Господь для этого не добавляет, чтобы не было для этого. Не дает нам. Вот тебе достаточно этого. Ты с этим разбери здоровье, с этими денежными. Вот этим научись служить Христу. Вот этим научишься, мало, мало я тебе дал, научись служить Христу. Больше дам, тот больше будет служить Христу. Но пока ты этим малым Христу не сложишь, пока в храме годами потолки не покрашены, а мы, верующие, ходим в храм и молимся. Пока до сих пор в больницах люди месяцами лежат и годами не видели ни одного православного миссионера в больнице или в тюрьме. А зачем нам здоровье? Не надо. Поэтому, братья и сестры, наверное, у Бога не надо просить здоровья. Господь знает, сколько нам нужно, столько и подает. Научимся со своим здоровьем разбираться, тратить его для Бога. Даст Бог еще. И денег просить не стоит. Господь знает, сколько нам надо этих денег и знает, что мы эти деньги, в общем-то, просим на что? На грехи, собственно говоря. На суету, не на храм. Без прихожан священник покрасит потолок, рано или поздно. Дадут руки, найдет средство и покрасит. Вот. Деньги нам нужны столько, сколько нам подает Господь. Слава Богу. А число прошу Господа. Что я должен просить у Господа? Братья и сестры, все нам подает на Господь. Господь говорит нам в защите Царствия Небесной. Правда его. И все это приложится вам. Все вот это вот, сколько нам нужно. И денежек, и здоровья, и все прочее. И еды, и одежды. Все приложится земной. Просите. Что нужно просить у Господа? Духовного надо себе просить. Вот царь Соломон просил у Господа День, он просил премудрости. И стал премудрящим у нас царя. Он знал, если будет премудрость, с этой премудростью он может все получить. И власть, и деньги, и семью. И все, все, все. И на все вопросы найдет ответ. Если будет премудрый. И спросил Господа премудрым. И действительно стал святым и премудрым угольником Божьим. А мы что должны просить? Исходя из сегодняшнего Евангелия, на котором нам Господь говорит об этом чуде, мы должны просить и Господа веру. Господи, помоги нам. Вот даруй мне веру, умножи веру. Господи, веруй, помоги моему неверию. Ведь это дано каждому из нас. Дано ходить и по водам, и переставлять горы. И ходатайство для ближних наших. И по нашему ходатайству Господь изменяет жизнь в наших близких. Вот по ходатайству преподобного Сергия Радонства, даже увешу отрока Господь воспрессил, или пророка Ильи ходатайству. И любые чрезвычаги сказали Господь. Но у нас нет веры, братья и сестры. Мы маловерные. Почему нет веры? А потому что, наверное, мы сомневаемся. Почему сомневаемся? Потому что у нас есть предыдущий опыт того, что Господь не сразу исполнял наши молитвы. Не сразу. Вот не такая волшебная палочка. Щелкнул, наверное, исполнил за свечку. Или там за еще что-то. Было время, когда мы были, был опыт такой, когда мы молились, Господь противился. Вот просит девушка мужа или юноша, жену. Господь не дает, не дает и не дает. Бывает такое мнение. Бывает такое? Просит и просит и не дает. Почему не дает? Ну много тысячи причин, может быть, конкретно для этой девушки. Нельзя просто так схватить где-то за волосы этого мужчину, юношу и притащить из Самары во Владивосток и сказать, вот твой муж, на, забирай. Молитву это исполнил. Он такой выхваченный, потерял жизнь, работал. Где-то шел на работу, там, перед мамой шел своей. И тут за волосы расхватил и перебросил в Владивосток. Он, вот, вымолен, как не бывает. Я думаю, что должны сожиться жизни этих людей. Как? Чтобы они где-то встретились. Господь это устрояет. Чтобы это было без насилия над свободой человека. Понимаете? Без насилия. А человек молится, говорит, ну почему не дает мужа? Ну почему? Ну потому что, даже ну что-то произойдет в нашей жизни. Потому что жизнь многогранна, много обстоятельств. Или ты до сих пор не понимаешь, зачем брак нужен. Потому что ты в брак идешь для того, чтобы получить какие-то усложжения и удовольствия. Брак это крестный подвиг. Как и монаши, так и наша христианская жизнь. Брак это подвиг самоотвержения ради ближнего своего. Ты это до сих пор еще не помнил. Ты считаешь, что в браке конфетки, шоколадки, кто-то будет за тебя работать. Зарплату, надежную защиту обязательную. За это ты постираешь трусы и пожаришь яичницу. В общем-то хорошая сделка. Да? Пожарил яичницу и тебе зарплату носят, защищают, одевают, кормят конфеты, шоколадки и все прочее. Нет, брак это не это. Брак это тяжелый подвиг, когда терпишь, терпишь. Прощаешь, смиряешься. Отсекаешь свою волю. Ты хочешь этого, а то супруга или супруга хотят другого. И ты говоришь, ну пусть будет как ты хочешь, а не так, как я. Каждый день тяжелейший ходит в борьбу с самим собой, со своими страстями. Восполнение того, чего у нас нет. Достижание добродетели духовных. Ты понимаешь, что брак против этого. И что кто такой хороший муж? Господи, даруй мне хорошего мужа. Хороший муж это тот, кто научит тебя смиряться, который навяжет тебе смирение, заставит тебя исполнять свою волю. И будет заставить тебя не так, как ты хочешь, а так, как он хочет. Вот этот хороший муж. Чтоб ты научилась самоотражению и отечению своей воли. Вот хороший муж. Хороший муж это человек, у которого грехи ты будешь видеть каждый день. И будешь учиться прощать, прощать и прощать. Вот тот хороший муж. Хороший муж для нас, или хорошая жена, это тот, который человек, возможно, будет погибать, а ты должен будешь спасать этого человека. Вымаливаться, слезами. Ходить по монастырям. Просить Господу. И мимо твоего глаза не пройдет ни один непокрашенный потолок у женщин в стране. Ни один не пройдет. Вот ты такой, ради спасения твоего мужа, твоей жены, твоих детей. Болящих, нуждающихся, страждущих. Вот этот хороший муж. Благодаря тебе жена хорошая. Благодаря которому, или которой ты будешь спасать свою душу. Благодаря тот, или та, благодаря которой ты пройдешь путь крестный и скорбный, на Голубоку, там распунишься и воскреснешься Христом. Тот, или та, благодаря которому ты будешь не конфеты с шоколадками получать, а спасение своей души, проходя путь подвига. Вот такой хороший муж. Вот что мы просим, братья и сестры. Но Господь знает, что подай тебе такого мужа, что будет через три месяца? Что? Развод будет. Так зачем тебе хороший муж? Не подает. Но это не значит, что не слышит. Это не значит, что не может. Это значит, что знает, что ты не справишься, что тебе не нужно, что ты завалишь все, если тебе дать сейчас то, что ты просишь. Конечно, у нас есть самооборщение, самомнение. Я буду хорошей женой, я буду хорошей матерью, я буду... и так далее. Но Господь знает с какими-нибудь женами, с какими-нибудь материами. И поэтому иногда медлят, для того, чтобы мы прошли путь духовного становления, созревания, чтобы мы стали готовы к тому, чисто просим. Поэтому не надо это особо просить. Господь знает, что мы хотели, что нам нужно для спасения. Потому что, может быть, и не нужна нам муж и жена. Может быть, нужно проводить подвиг в монашеской жизни. Может быть, надо подвиг проводить, живя со Христом. Мало ли что нужно в нашей жизни, только Господь это знает. И поэтому спросят братья и сестры веру. И спросят братья и сестры для себя, будем спрашивать молитву и покаяния перед Богом. И будем спрашивать, Господи, дай нам ревность духовную, чтобы мы не пропускали богослужения. Первыми приходили в храмы, последними из него исходили. Дай нам, Господи, молитву неразвлечивую. Но надо ело уже молиться пояка, думая посторонним. Пусть молитва входит в твой ум и сердце. А то, когда спрашивают, зачем ты молился в лечебных молитвах, человек даже процитировать не может. Ну, назовите пару тезисов в лечебных молитвах или утренних. Надо потрудиться, чтобы вспомнить, о чем мы просили Господа, даже и не знали. Поэтому помоги нам Господу, чтобы у нас была духовная жизнь, чтобы была благодать Святого Духа. Вот это нам даро, Господи. А если с благодатью все доброе приходило в нашу жизнь, и с верою, если будет умножаться у нас вера, все придет в нашу жизнь. И с верою все возможно. И исцелеют отроки наши, исцелеют. И в семье будет порядок, и с верою Господь дарует нам благодать терпеть и прощать. И с верою по водам ходить можно, и с верою горы передвигать можно. И храмы строить, и спасать свои души, и спасать свои семьи. И всех людей вести за собой, если вера будет. Помоги нам Господи, чтобы вот этого мы боялись, что у нас веры не хватает. Помоги Господи, чтобы мы боялись, чтобы страх был Божий, не суетный. Чтобы мы боялись, что молитвы не хватает у нас. Что покаяния мало у нас, Господи. Что нет усердия и ревности, обвози. Вот этого боялись, что не хватает. А за деньги, здоровье, еще что-то. Это все Господь управляет. Чтобы свяжали бы дары духовные. А вместе с ними мы увидим, если будем стажевать, в первую очередь просить у Господа дары духовных. Увидим, что приходит в нашу жизнь, братья и сестры, радость, любовь и спасение. И зазновение перед Господем. И жизнь вечная, и Царствие Небесное в силе приходит уже здесь, на земле. Давайте спросим себе дары духовных, будем просить. И увидим это Царствие Небесное, приходящее в силе. Отца Господь. Есть нет здесь стоящих, которые не умру, но увидят Царствие Божьего Небесного в силе. И поэтому мы можем это увидеть в Царстве Небесном в силе, здесь, на земле. И любовь, и радость, и спасение, и счастье, и духовная радость, превыше всякой радости, здесь, на земле. И вечности это сохранить и приумножить со всеми святыми, от века Бога угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...